Военные деятели Среднего Жуза Казахстана Алпамыс Батыр, из племени Канырад Среднего Жуза Алпамыш, Алпамеш, Алпамеш, запятая Батыр, герой-богатырь, центральный персонаж одноименного эпоса тюркских народов, казахов, узбеков и каракалпаков, Алпамыс, также башкир, Алпамыша, татар, Алпамша, западно-сибирских татар, Алыпмямшин, Алтайцев, Алыпмонаш. У монголов этот эпос не существовал. В среднеазиатских версиях эпосы Алпамыш, с которыми в основных чертах совпадают башкирская, казанско-татарская и алтайская. Алпамыш чудесным образом после вмешательства святого, дивана рождается у бездетного главы племени Кунград. Святой покровитель наделяет его также магической неуязвимостью. По велению свыше Алпамыш с колыбели обручен с красавицей Барчин. Отец Барчин поссорился с отцом Алпамыша и откочевался своим родом в страну калмыков. Калмыцкие богатыри пытаются заставить Барчин выйти замуж за одного из них. Узнав об этом, Алпамыш отправляется к ней на помощь. Победив соперников в состязаниях, он женится на Барчин и увозит ее на родину. Вскоре, узнав, что тесть терпит притеснения от калмыков, Алпамыш совершает новый поход в их страну, но попадает в плен и семь лет проводит в подземной темнице. Бежав оттуда, он возвращается домой и узнает, что новый правитель вверг его семью в нищету и пытается заставить Барчин стать его женой, а свадьба назначена на тот же день. Не узнанный, Алпамыш проникает на свадебный пир и, оказавшись единственным, кто смог натянуть старый богатырский лук Алпамыш, побеждает в состязаниях в стрельбе. Будучи затем узнан, он вместе с друзьями истребляет своих врагов и вновь объединяет народ под своей властью. Сюжет эпоса Балпамыш восходит к мифологии древних тюркских народов. Полагают, что наиболее архаичные представления об Алпамыше зафиксированы в алтайской богатырской сказке Алап Монаж, где герой наделен чертами шамана, а страна, в которую он направляется за невестой, признаками потустороннего мира, лежащего за недоступным водным рубежом царства мертвых. Следы шаманского обличия Алпамыша сохранил также в некоторых версиях башкерского сказания Алпамыша и Барсы Инхэлу. Из девяти овчин не вышла шапка, из девяносто овчин не вышла шуба, для Алпамыша, говорится в нем, также описывается и шаманский дух помощнику казахов, киргизов, алтайцев. В Академии наук Республики Узбекистан в Ташкенте хранится более десяти записей этой поэмы в исполнении выдающихся народных сказителей Самаркандской и Бухарской, Цурхандариинской и Кашкадариинской, Ферганской и Ташкентской областей. Из них самая полная и художественно совершенная версия Алпамыша принадлежит старейшему и наиболее прославленному узбекскому сказителю наших дней Фазилу Юлдош Алгы, Юлдош Аглы. Версия Юлдош Алгы, опубликованная в 1938 году под редакцией поэта Хамида Алимджана, положена в основу перевода Л.М. Пеньковского. Всего известно более сорока узбекских версий Алпамыша, в том числе и версии Берды Бахши, записанной Абдулой Алави. В начале 15 века Белая Орда распилась на ряд улусов, важнейшими из которых был узбекский улус и мангитско-ногайский улус во главе с золотоордынским темником Эдиге и его потомками. В среде кочевых узбеков Шибани сформировался знаменитый эпос об Алпамыше, а в обширном ареале Ногайской Орды – эпические сказания об Эдиге и Ногайских богатырях. Алпамыш вырос, по-видимому, из сказочно-богатырской архаической эпики, а Ногайлинский цикл – в результате взаимодействия архаической эпики и исторических преданий. Кочевые узбеки XV век, в частности кунграты, вождем которых эпос делает Алпамыша, приняли участие в формировании не только узбеков, но и казахов и каракалпаков, и потому устный эпос об Алпамыше бытует как у узбеков, в основу перевода Аэль. Пинковского положен классический вариант, записанный от узбекского сказителя Фазиля Элдош Аглы, так и у каракалпаков и казахов. Сказания об Алпамыше знают также башкиры, казанские татары, алтайцы, таджики, среднеазиатские арабы. Его следы мы находим и в Агузском эпосе. Поэмы Ногайлинского цикла распространены у различных народов, исторически связанных с Ногайской ордой и кипчаками, у казахов, каракалпаков, нагайцев Северного Кавказа, а также западносибирских и крымских татар, узбеков. Кроме того, каракалпаки имеют свой особый обширный эпос Кыркыс. В. М. Жермунский полагает, что сказание об Алпамыше первоначально возникло в предгорьях Алтая еще в эпоху тюркского каганата и что к древнейшей стадии ближе всего стоит алтайский алып-монаж. Сказание об Алпамыше было в IX-X веках занесено из предгорья Алтая в Низове с Ирдарью и Агузами, у которых оно получило самостоятельное развитие и вошло впоследствии в эпический цикл Солор Казана, рассказ об Амсиба и реки в книге Китап и Д. Д. М. Каркут. Другая версия этого сказания была занесена кипчакскими племенами в Казахстан, Башкирию и на Волгу. Ее отражают башкирская, казахская и татарская прозаические сказки. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.